Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я начинаю рассказывать о весьма любопытном событии, которое проходит в эти дни в Никосии, а именно о четвертом, заключительном этапе женского гранд-честура. Ну, собственно, после того, как победительницами турнира претенденток, ну, двумя победительницами, которые сыграли между собой матч, стали две китайские шахматистки, и одна из них, Лейтензе, вышла на матч против еще одной китаянки, а именно чемпионки мира Зювензюнь, интерес к женским шахматам немножко так подснизился за пределами Китая, во всяком случае. Но, тем не менее, так будет, я думаю, не всегда, тем более, что объективные, скажем так, обстоятельства, данные, а именно рейтинги ведущих шахматисток планеток свидетельствуют о том, что ни о каком засиле китаянок, в общем-то, вести речь нельзя. То есть, сборная Китая, видимо, объективно сейчас сильнейшая в мире, можно много еще всяких слов сказать, но, тем не менее, у ведущих китайских шахматисток есть весьма достойные конкурентки, оппонентки в шахматном мире. Ну, давайте напомню, каков формат Гран-При Фиде, хотел сказать Гран-Честуру, нет, Гран-При Фиде. Играется 4 турнира, всего 4 этапа. Сейчас начался и проходит 4-й, заключительный этап. Каждая шахматистка, каждая участница имеет право выступить на 3-х из них. Ну, и по сумме, так сказать, движений, по сумме набранных зачетных очков определяется победительница Гран-При и вторая, второй призер, вторая шахматистка, которая попадает по линии Гран-При в турнир претенденток. То есть, главное как раз спортивное обстоятельство, главный стимул, который побуждает участвовать шахматисток в этом соревновании, в этом многоборье, ну, помимо, разумеется, неплохих призов, это как раз возможность попасть в турнир претенденток. Следующим напомню, как заканчивались 1-й, 2-й и 3-й предыдущие этапы. Причем, вот, хочу отметить, что за победу на этапе, вот, итоги первого этапа выглядели следующим образом, выиграла Катерина Лагно, второе место заняла Александра Хорячкина, проходил этот первый этап в Астане, далее Джудзиньер, Александра Костенюк и Жансая Абдумалик. За победу на этом турнире на каждом этапе шахматистка получает 160 очков, за второе место 130, далее 110 за третье место, и затем с шагом в 10 очков, за четвертое 100 и так далее. И вот сумма этих движений, сумма трех движений, как раз предопределила, назвала имена лидеров. На втором этапе, второй этап, который проходил в Мюнхене, на этом этапе победила Александра Костенюк, второй место заняла Хумпи Канеру, далее Инана Дзагнидзе и Дровонали Хорико. То есть, вот такая диверсификация некоторая произошла победительниц этого всего дела, то есть тех шахматисток, которые могут претендовать на победу в общем зачете. Ну и наконец, третий этап закончился вот так вот. Относительно недавний об этом третьем этапе рассказывал. Проходил он в Дели. Ну, начало этого соревнования сопровождалось определенными скандальными обстоятельствами. Я не хочу вдаваться, так сказать, в подробности, в нюансы, поскольку здесь какие-то личные моменты играют роль, не имеющие напрямую отношения к шахматам. Но тем не менее, Жансая Абду Малик, а затем Олизавет Пёч снялись, выбыли из этого соревнования, и оно проходило в усеченном виде, что, конечно, вызвало целый ряд нареканий. Были допущены судейские ошибки, но, я думаю, все-таки не надо перекладывать всю вину, за случившуюся на индийских судей, которые действительно не разобрались в ситуации. Так вот, поделили первое место Александра Коснюк, Джудзеньер и Бибицара Асаубаева, которая в результате существенно поднялась в общем зачете, хотя вряд ли могла после этого даже претендовать на что-то такое существенное. А Катерина Логно потеряла четвертое и пятое места с Падиной Шиваловой, и это несколько снизило ее перспективы Катерины Логно в общем зачете. И вот, каким же было положение после трех этапов в рамках этого многоборья. Лидировала Джудзеньер, но она сыграла все три турнира, и поэтому 308,1 очка, ну, я, условно, вместо 1,3, что более правильно соответствует сумме набранных очков, Джудзеньер и другими некоторыми участницами поставил 33 сотых, ну, три в периоде, скажем так. Так вот, она сыграла все три турнира, тогда как ее основные конкурентки, а на самом деле теневые лидеры турнира, а именно Александра Горячкина, Александра Костенюк и Катерина Логно, сыграли лишь по два соревнования, и поэтому они имели шансы в случае, если выступят более-менее достойно и лучше, чем две другие бывшие шахматистки, представлявшие Россию, выступавшие за Россию. Сейчас вот вы видите, что Горячкин и Логно выступают под флагом ФИД, а Александр Костенюк сменировал свои спортивные гражданства и выступает под швейцарским флагом. Так вот, очень плотно идут эти три шахматистки, шли во всяком случае перед началом турнира, 263,1 очка имеется в распоряжении с Андре Горячкиной, рейтинг фаворита всего этого многоборья. Александра Костенюк шла на втором месте и на третьем Катерина Логно, но отрыв очень маленький между ними, и напомню, что за первое место дается 160 очков, за второе 130 и далее 110. То есть, набрав даже 110 очков, любая из них легко опережала Джудзеньер. Более того, даже место в середине турнирной таблицы, в общем-то, позволяло опередить Джудзеньер, но не одну из бывших, так сказать, ну не бывших, просто бывших россиянок. Я использую этот оборот, учитывая те флаги, под которыми они выступают. Что касается Хумпи Коннера, то она решила не выступать. Дали шансов у нее на попадание в двойки, нет никаких и никакого стимула нет. А Бибисара Асубаева играет, но, опять же, 163 очка и 33 сотых. Ну что это такое? Если она заняла бы или займет, смогла бы занять первое или второе место, второго места недостаточно, первого достаточно. То есть, она заняла бы первое место и выиграла бы турнир, то есть четвертый этап, тогда бы действительно она переделала бы Джудзеньер и получила, появились бы у нее определенные шансы на успех соревнований. Ну и, кстати, каков состав этого соревнования? То есть, четвертого этапа, который проходит в Никосии. Вы видите этот список, горячий на рогнок Костенюк и, что очень существенно, Тань Джуньи. То есть, если предположивший Тань Джуньи вдруг выиграет турнир, то число очков, которые достанутся основным претендентам на попадание, на попадание в турнир претенденток следующего цикла, существенно уменьшится и уже какие-то маленькие шансы могут даже у Джудзеньер появиться. Ну, естественно, я уже сказал о том, что если бы Бибисара Асаубаева вдруг взяла да выиграла, заняла бы первое место, то она бы опередила Джудзеньер, но все равно, я думаю, шансов на то, чтобы опередить двух россиянок, у нее было бы не слишком много, но какие-то шансы появились бы. Ну, после такого долгого превью, давайте посмотрим, как проходила борьба. Начну с первого тура, с партии между Динарой и Вагнер. А Динара и Вагнер это калмыцкая шахматистка по своему происхождению, бывшая Дорджиева, и она вышла замуж и сменила фамилию, и сменила спортивное, и вообще обычное гражданство. То есть она сейчас немецкая шахматистка Динара Вагнер и Александра Горячкина. Безусловно, Александра Горячкина, даже играя черными, такую партию, хотела выиграть, потому что Динара Вагнер, ну, в общем-то, рейтинг-аутсайдер турнира и не очень удачно она выступала на предыдущих этапах, хотя, с другой стороны, шахматистка, аж талантливая, интересная, ну, и сбрасывать ее со счета вот так вот просто, я думаю, неправильно. И вот в такой позиции был 16-й ход белых, которыми играла Динара Вагнер, она сделала ход h2-h3, понятно, что бить на h3 нельзя, потому что подвиснет конь на d3, просто без фигуры черные останутся. И здесь вот решительно сыграл Александр Горячкина b5 на перехват, вперед, вверх, на e5 белый конь впрыгнуть не может, на h3 пешка висит, ну, конь a5, вроде все логично. И вот здесь вот Александр Горячкина по идее, по шахматам, конечно, должна была сыграть конь b2. Но после ферзь b3 лучший ход за черных это конь c4, и понятно, что играя таким образом, черные, в общем-то, рассчитывают не на перехват, не на победу, а только на нейтрализацию определенного давления белых. Кое-кое давление у белых есть, но реального преимущества нет. То есть, в случае конь c4, bc, ферзь c4 и срона h3 возникает вот такая вот позиция. Теперь бить на a6 невыгодно, потому что после срона g2 взять и взять и конь d5 угрожает конь g3, шах. Поэтому ладья d1 связать коня ну можно, но смысла никакого нет, так как конь g3, шах последует. Поэтому лучше бы здесь было бы сыграть в этом варианте ладья e1, а эту позицию, в общем-то, фактически могла получить форсировано при своем желании Александр Горячкина. Тогда срона g2 взятия-взятия, сильный ход h5, который косвенно защищает, ну отчасти защищает пешку a6, если ферзь g6, то h4, и белый, короче, чувствует себя уязвимо и скорее лучше у черных, а не у белых. То есть этого бояться черным не надо, а в случае самого сильного хода ладья d1, не будем забывать, что ферзь, стоя на c4, не только атакует пешку a6, но и контролирует поле h4, то есть ход h5, h4 для черных теперь невозможен, неэффективен, но все равно можно, тем не менее, сделать этот неэффективный ход, потому что после ферзи h4 и конь g4 черный конь добирается до срона e3. Если ферзь h5, тогда срона f6. Ну и там как-то ладья h1, пытаясь поставить мат, кажется, вообще черные мало того, что отдали пешку h, но еще и подставились под атаку, но нет, после конь e3, g6, там шах и отступили королем. Несмотря на отсутствие пешки, у черных хорошо, потому что ни о какой атаке белых на черного короля не может быть и речи, а по линии черный поддавливает. Ну я не знаю, там ладья f1, скажем, сыграли, вот такой ход сделали, тогда срона бьет c3, зевнули фигуру. Зевнули фигуру, ну ферзь бьет g6, сыграть можно, но это не что-то такое смертельное, потому что ферзь бьет d5, черные переходят в контратаку и легко выигрывают партию. Но если сыграть не ферзь h5, а срона g5, вот в этом варианте, тогда все равно, ну черные берут на f2 и нельзя отступать вниз, извиняюсь, нельзя отступать на h1 вниз, потому что черные сыграют конь e3 и выиграют партию, так как выражает ферзь g2 мат, если ладья бьет e3, то шах, шах, то есть не шах, а просто взяли на e3, висит на e7 и висит на c3, и затем можно забрать этого коня с лишним качеством у черных, если ферзь h2, тогда шах, затем ладья бьет e7, черные отыграли фигуры, и у них решающее преимущество, висит еще белая ладья на d1. Ну и наконец-то король h3, что сильнейшим продолжением здесь является, не король h1, проигрывающий ход, а король h3, тогда f5 с угрозой ферзь h2 мат, если ладья h1, тогда конь e3 с угрозой мата на g2, и на ладья g1 черные играют король g7 с угрозой ладья h8. Как ни странно, они переходят в контратаку, и контратака это решающее просто. Ну, если ферзь h5 шах, то взяли на e7, вопросов нет. А если ладья e2, если сыграть вместо хода ладья h1, на что черные играют конь e3, мы уже сказали об этом, тогда черные отвечают ферзь f3, здесь уже ничего такого не происходит, получается, как ни странно, ничья, потому что черные подтягивают ладью на b6. Ничья уравнения шансов сложнейшей позиции. Угрожает ладья h6, белый король под атакой, а не черный, можно сыграть d6, перекрывая шестой ряд, ну, можно и нужно. Черные играют, ладья бьет d6, ферзь b2 угрожает ферзь h2 мат, но ходом ферзь bf5 белые парируют эту угрозу. Сейчас на доске лишняя ладья у белых, слон d6, конечно, подвисает, ладья подвисает, но эту ладью как раз и можно забрать. Теперь нельзя сыграть ферзь bg4 из-за матовый один код, оптимальный ход за белых ферзь e6, и белые дают личный шаг. То есть я вот позволил себе такое лирическое отступление, чтобы проиллюстрировать, что примерно могло бы случиться, если бы здесь Александр Леонидович сделал сильнейший ход конь b2. Но Александра поступила по-другому. Я думаю, одним из, так сказать, внутренних аргументов, которым она руководствовалась, принимая свое решение, было то, что ей хотелось бы играть Динару Вагнера. Слон d6 она сыграла Горячкина, слон d4, конь b2 теперь, и черные играют конь a4. Ну, белым лучше всего было сразу забрать на f6, и затем сыграть конь c6 с преимуществом. Просто с преимуществом. Не буду, так сказать, углубляться, поверить в то, что у белых преимущество легко. Ну, скажем, ладья a8, там h4, увели пешку из-под удара, и ничего нельзя сделать. Ну, скажем, взять и взять асрон e5 невыгодно, потому что конь бьет e5, черные играют, белые играют, получают преимущество. Ну, конь b6 лучший ход, у белых все равно большой плюс. Ну, как, заметный плюс, бесспорный плюс после хода ладья ad1. Короче говоря, не так поступила Динара Вагнер, конь c6, ну, и теперь черные располагали, ну, черные сыграли ладья a8, правильно. А вот ход с рот бьет h3, который заманчив внешне, отдать качество и так далее, неправильный, по причине того, что качество белые забирают, берут затем на f6, затем играют конь e4, и никакой атаки на белого короля нет, а лишнее качество у белых, ну, что делать там, с рот е5, скажем, вот так вот. Сыграли с рот е5, просто ладья c1, увидели ладью, и без компенсации лишнее качество, в чем можем еще раз убедиться, удостовериться. Ладья a8, вместо с рот h3, сыграла здесь, разумеется, Александра Горячина, и белые могли сыграть с рот бьет f6, и получить то самое, о чем мы говорили, h4 у белых просто преимущество, за счет того, что сильный конь, порченные черные пешки, конь c6, кстати, прикрывает поле e5, на случай всяких слон e5, о чем мы уже, что я уже показал, продемонстрировал в предыдущем, так сказать, отступлении. Вот, ну, конь бьет a4, сыграла не точно Динара Вагнер, и после этого позиция стала неясной. Теперь важно, что взятие на h4 не очень хорошее, потому что после слона бьет h3, там, скажем, слона бьет f6, взятие на f6, ферзь d1 и слон g4, черные стоят не хуже. Вот здесь они подраскрыли белого короля, то, что у черных порченные пешки, аж и неприятно для них, но ничего страшного. Будет, видимо, лучше всего для белых просто повторять позицию вот таким вот образом, черные тоже ничего большего не имеют, получается ничья. Вот, а было сыграно ферзь b2, ну, Динара Вагнер исходит с того, что у нее получше все-таки, это действительно так, ну, во всем случае, она пытается бороться за инициативу, и теперь черным стоило взять на h3 сразу, вот здесь взять на h3, и после слона f6, слон бюджет 2, взять и взять, если есть ход ферзь f5. Вот этот ход надо было увидеть, обратить внимание, потому что без этого хода, без странного, но очень эффективного хода ферзь f5, черные стоят хуже, в случае взятия на f6, это понятно, ферзь бьет f6, но доминацию у белых и так далее. Вот, а после ферзь f5, не забирая ничего, но угрожая ферзь бьет d5, черные уравнивают игру, потому что, если слон бьет g7, но если ладья д1, то ферзь бьет f6, и в аншпире черным, ну, не то, что не на что жаловаться, но все нормально у них, у них даже формально лишняя пешка, но у белых не хуже, но и не лучше. А вот после слона g7, и ферзь бьет d5, возникает вот такая вот позиция, в которой невыгодно белым играть слон h6, с угрозой ферзь g7 мат, потому что черные отвечают слон e5, и белые проигрывают, висит слон, белый ферзь атакован, ладья сзади и так далее. Ладья e1, если сыграть, тогда ладья бьет e1, взятие-взятие, и ладья ae8, и получается уравнение шансов. Вот такой слон h6, теперь ферзь e1 важно сыграть в начале, не сразу, хотя, в общем, как-то не важно. Ну, вот сыграть ферзь e5 такой редакции получше отбросить белого короля. Опять же, здесь белые после хода ферзи e2 не проигрывают, и проблем у них в деятельности же ничьей нет, потому что король черных уязвим, и при ферзях черные не могут осуществлять какие-то активные операции, а подменять слонов в это время требуется и упрощение позиций, в общем, с ничьей вероятной. То есть, слон h3 было правильное решение, но сыграла слон f8. Горячкина, опять же, я думаю, я подозреваю, что главным побудительным мотивом было для нее желание выиграть партию, но, в общем-то, так играют, как такая шахматная шутка знаменитая, это не игра на выигрыш, а игра на проигрыш, потому что вот эта позиция у черных просто, ну, или плохая, или не очень хорошая, скажем так, у белых явный плюс, и может быть даже почти технически выигрышное положение. Ну, вот начали играть вот так вот соперницы, повторили, повторили, конечно, уже Горячина, но ничью согласна, у нее просто явно хуже, но ладья отступает теперь уже не на b1, а на c1, слон h6, ее слоны атакуют, f4, смелый ход, и вот правильно ли поступила здесь? Неправильно, конечно же, поступила здесь Динара Вагнер, надо проиграть ладья 1, уйти в сторону, черные слоны ушли на линию аж, не факт, что они тут стоят хорошо, то есть лучше, чем там на полях g7, даже g6, пешка f, когда черные двинут, то как раз две других диагонали смогли бы стать, явиться более важными для черных слонов и для черных в целом. А после f4 ситуация не столь простая, хотя с другой стороны, вы понимаете, вот здесь вот черные могли сыграть слоны f4, вот такой нанести удар, и на этом базировалась их оборона, и оказывается, что все у черных нормально, потому что после отступления белого короля черные наносят удар ладья е2, вот такой пренеприятнейший, и белые обязаны взять на е2, потому что иначе там ферзь дает шахс f2, и белый король получает мат, надо взять на е2, ферзь бьет c1, куда-то король уходит, ну, наш 2, скажем, разменялись, разменялись, и эта позиция, ну, в общем, примерно равная, потому что черные играют в ферзь f4, дают шахи, а не согласны на ничью, если белые меняют ферзей, закрываете, пытаясь играть на выигрыш, то у черных достаточно контр-игра, просто активизирует ладью, и может быть у них даже получше, но не хуже. То есть слоны f4 надо было играть. Не поступило так горячки, но не знаю почему, сыграло слон g6, и снова у белых большой плюс, потому что теперь уже ситуация другая, все, так сказать, хорошо у белых, консолидация полная, и началось вот такое вот маневрирование. Слон f5, конь d4, ладья е1, ладья бьет е1, хотя, с другой стороны, чего-то там в ходе этого маневрирования, лавирования горячьи надобилось, чуток полегче стало ей защищаться, но сказать, что совсем хорошо нельзя. Вот она стоит на месте, говоря, ну, если вы хотите белые проводить какой-то активный план, проводите, пожалуйста, я буду стоять на месте. Ну вот, ферзь c2, теперь же пешка a6 не висит, сыграли ладья е8, приложили размен ладей, и возникает вот такое окончание, которое на самом деле оказывается проигрышным для черных, если бы Динара Вагнер взяла на c6 ферзем. Ну, судя по всему, не хотелось ей менять ферзей, хотя даже на глазок видно, что это как-то, ну, просится такое решение. Ведь после размены-размена, пешка a6 слабость, она в любом случае слабость, в любом случае даже без размены, белые могли бы сыграть слон е2 и забрать эту пешку. Тут же что? Ну, f5, самое такое упорное, а5, но оказывается, что вот здесь, что важно, но если слон a3, то белые выигрывают совсем просто. Слон d3, затем g4, очень важный ход, и затем слон бьет h7, образуя вторую проходную полиняш, вот за счет этого тактического маневра, за счет, так сказать, принципа двух, не двух слабостей, а двух сил в данном случае. Ну, два фронта перед черными открываются, полиняш, проходная пешка, полиняш, ну, здесь легко белые выигрывают, потому что просто разбивают оборону соперника, вот если черная, ну, здесь можно защитить пешку, пожалуйста, f5, там, скажем, h6, вообще, небольшая тактика, а7, расчленили, растянули черного слона, провели ферзя, выиграли партию. Это по поводу хода слона 3 плохого, если король f6, тогда заманиваем черного слона на диагональ, на поле c5, на диагональ a7 g1, затем подтягиваем своего короля, затем цепляемся в пешку, стоящую на поле g4, и потихоньку усиливаем позицию, честно говоря, вот такого четкого плана реализации, ну, не то, что нет, но здесь надо играть аккуратненько, и есть у белых перегруппировки, на самом деле, перегруппировка стоит в следующем, срон ставится на d5, король проходит на b5, пешка а сбрасывается, король белых проходит на b7, и вторая пешка идет вперед, вот такой план. То есть, еще раз повторюсь, белый король проходит на b5, черные из-за цуксванга будут вынуждены снять блокаду с поля a7, сбрасывается пешка, может быть, белые начали додвинуть пешку а, ну, или до a5, или до a4, затем сбрасывается пешку а6, и король a6, король b7, и вторая пешка решается у партии. Ну, это не совсем, так сказать, банально все, а ход dc приводит к тому, что у черных появляются очень хорошие шансы на ничью, то есть, здесь уже, в общем, позиции, видимо, держатся объективно, хотя тоже, конечно. Ну, вот, давайте посмотрим, что было дальше. Дальше партия закончилась результативно, победа и белых, скажу сразу, это, конечно, было большой неожиданностью, потому что черные держались без особых хлопотов. Здесь важно что? Чтобы черные оставили без защиты пешку b7, но брать ее невыгодно, потому что это слон f2, пешка g3 висит, и белые должны уже делать какую-то там ничью вот таким вот образом, то есть, отступление, теперь слон f3, вот такой вот сброс слона, иначе там мат или что-то около мата, теперь ферзь бьет f3, и уже белые дают ничью с помощью вечного шаха, который дается действительно, потому что если сыграть король g7, тогда ферзь h3, король g7, ферзь h3, все равно ничего не получается, ну, пешка c готова пройти вперед, черные должны переключиться на защиту, и, во-первых, достаточные ресурсы для ничьей. Поэтому, разумеется, белые не берут на c7, поскольку они сильнейшая сторона, безусловно, они играют ферзь e1, но черные, опять же, при аккуратной защите держатся, и вот теперь ничью четкую делал ход ферзь d1, который не был сделан. То есть черные меняют направление главного удара, или главное направление контратаки. Угрожает слон g1, шах, если король h3, то ферзь g4, мат. Но если сыграть h5, открывая дорогу к королю вперед, то ничего особенно не изменится, потому что шах, и, ну что, слон h3, ферзь d1, все равно черные цепляются к белым, и больше, чем на ничью, белые рассчитывать не могут. Если сыграть здесь ферзь g8, и затем сыграть ферзь h8, то что? Ну вот больше, чем вечный шах, у белых нет. То есть вот не слишком сложная идея ферзь d1 приводила к ничьей. Сыграл слон f2, так сказать, по шаблону, по стереотипу, который был предыдущей игрой обозначен, здесь Александра Горячкина. Последовала ферзь g8, шах, король отступил, и белые сыграли ферзь h8. Теперь вот король g6 проигрывает форсированно по причине h5, шах, и получается вот такой вот мат. Ферзь g7, защищая пешку g3, угрожает ферзь bf7, мат. А если черные играют ферзь b3, защищая эту пешку, то ферзь с рон f3, отвлекая черного ферзя, шах, и затем ферзь f7, шах, и мат на поле g6. Вот такой красивый вариант. Если король g6, ход который проигрывает. А ход король g7, который сделал здесь Александр Горячкин, делает ничью. Король отступает, ферзь дает шах, но стала повторять позицию, пару раз повторила Ленар Вагнер, а затем сыграла ферзь g7. Ну и здесь случилась, в общем, первая существенная обстоятельность, повлиявшая на исход партии. Ферзь d6 держала легко оборону. Ход h5, который сделала Горячкина, существенно ухудшает структуру, все-таки ставится на белое поле пешка, стала Горячкина, что сколько скоро она атакует пешку g3, то ничья в любом случае. В общем-то она права, конечно. То есть ничья в любом случае, но после ферзи g7 надо сыграть было очень хладнокровно, спокойно, аккуратно. На самом деле, ферзь b5 делала ничью. Опять же, с качества легкая ничья я не могу, но вот это ничья за счет, опять же, контр-игры зацепок к пешке, стоящей на поле g3. Хотя белые могут маневрировать, могут обозначать свои намерения выиграть партию и так далее. А после хода король e8, ферзь e5 и король f8, ну, опять же, усилить позицию белые не могут, если черные защищаются правильно. Но правильно защищали черные не до конца. Вот такие ходы были сделаны. b6, ну, отчаянный прорыв. Понятно, что никак усилить без хода b6 свою позицию белые не могут, а так они могут отвлечь слона. Если взять и пешкой, то c7 и белые выиграли, поэтому нужно брать слоном. Теперь ферзь бьет h5, и теперь хладнокровные слоны вза возвращались назад, приводили от ничьей, потому что, опять же, ничего белые сделать не могут сверх того, что у них есть. Ну, как-то активизировать пешку h, но это недостаточно для выигрыша партии. Там ферзь h8, там ферзь g7, например, ферзь d4, ну, не знаю, h5, давайте я сыграю h5. Давайте я сыграю h5, попытаюсь вот так усилить позицию. Ах, е-е-е, ферзь висит. Нет, не надо h5 играть, ферзь висит. Размен ничья, конечно, да, извиняюсь, ферзь g5, конечно, и вот здесь вот как-то слон h3 цеплятся к пешке, стоящие на поле f5. Тогда размен, размен, f4, и вот таким образом черные спасаются. Но это мертвая ничья, здесь, конечно, комментировать просто нечего. Вот. Но было сыграно не с рон f2, а король g7, и вот этот ход просто проигрывает, потому что шах. Потому что здесь вот выигрывал ферзь f6, четко выигрывал, расчленяя оборону соперника. Было сыграно ферзь h5 шах, опять же, это не страшно, потому что можно повторить позицию, повторить все это, и сделать ход ферзь f6 уже дав два шаха предварительных, и теперь h5. h5 с угрозой h6 и мат. Если с рон f2, тогда ферзь g5 шах, и все равно вперед пешка идет, угроза ферзь g7 мат, ну как-то надо что защищаться. Все равно тогда h7, ну давайте ферзем защитимся, давайте поупорней. Ну все равно h7 сыграли, угрожает ферзь g8, и на наступление взяли эту пешку, две лишние пешки уберут, с рон g4 легко защищает пешку h, легко выигрышная уберут позиция, оценивать нечего. А если с рон c5, как было в партии, тогда h6 угрожает мат, с рон d4 защищаясь от этого мата, но становится возможной другая идея, ферзь бьет c7, забрали важнейшую пешку, образовали проходную, затем взяли на f7, с рон g1 шах с идеей, в случае взятия на g1, дать сделать ничью с помощью пата вот такого, это пат, после того, как поддали ферзя в той или иной редакции. Ну а после хода короля h3 никакого пата не получается, с рон лишний для белых фигура, ферзь g8 защищает пешку, ферзь c2, ферзь g5 шах, затем ферзь e7 шах, затем c7, ну вот еще ферзь c3 был сыгран с угрозой мата, но ферзь g5, и после короля g7 и ферзь бьет f5, черные сдались, трех пешек не хватает, белые чуть сманеврируют, проведут пешку в свою ферзи. Ну вот так вот потерпело поражение в первом же туре, в совершенно неожиданной партии, то есть неожиданной, против достаточно неожиданной соперницы, Александра Горячкина. А что было в других партиях? Ну наиболее, видимо, самый центральный, самый такой привлекающий внимание в первом туре был поединок Александра Костенюк и Тань Джуньи. Все-таки Тань Джуньи, участница финального матча претенденток, она правда пообыгрывала не в Хиви узбекской своих оппоненток, а в Монте-Карло, это были сестры Музычук в первую очередь. Ну Тань Джуньи, тем не менее, сильная шахматистка, и вот я хочу начать пока с этой партии, вот с такого положения, то есть Костенюк, в общем, играя белыми, конечно, была заряжена на победу, нужно опережать своих конкуренток, напомню, это Александра Горячкина и Катерина Лагно. Срон бьет до 2, сыграла Тань Джуньи, и после этого Кони в 4, атакуя пешку, стоящую на поле Аш-3, и заодно пешку, стоящую на поле Е4, которая атакует ладья и Срон, поэтому пешка Б7, это не столь важный фактор, не столь, так сказать, ценный дар. Вот, Кони 5, вот таким ходом белый защищает всех, на Е4 уже взять нельзя, линия перекрыта, поле Аш-3 защищено, пешка Аш-3 ферзем с поля Б3. Теперь правильным ходом было ферзь Аш-4, после чего черное стояние нормально, вот в таком вот варианте, ферзь переводится на А6, это противоестественно, но таким образом сковываются силы белых, ферзя атаковать белых, ферзя черных белые атаковать не могут, пешка на Аш-3 висит, на Б7 брать нельзя, и дальше начинаем подтягивать ресурсы, это со стороны черных, и все нормально, и Кони в 4, заодно защищен ферзем. Но было сыграно Б5, что выглядит вроде бы логично, ну, здесь что им надо? Надо было сыграть КНЕ5, у белых было бы получше, ферзь Ж5 лучший ход, ладья С2 переключится вот как-то в сторону, все-таки на Д2 косвенно ладья подвисала, рентгеном ферзь Ж5 ее атаковал, угрожала КНЕH-3, поэтому, а тут у белых просто было лучше, за счет слабости соперника, есть ход С5, есть оживление игры, ладья бьет С5, КНЕ6, но все равно лучше у белых. А было сыграно ферзь Е3, вот такой контрудар на ДСЯ, и все бы было здорово, и просто блестяще бы отреагировал Костельюк, если бы ни один нюанс, которым пользуется в этой позиции Тань Джуни, а именно ход КНЕ5. Не КНЕH-3, вот здесь у белых плюс, здесь у белых заметный плюс, в общем, ну, получше у белых, скажем так. А КНЕ5, странно, КНЕ уходит с под удара под удар, и теперь уже взятие на С4, что теперь получилось? Пешки белых испорчены, КНЕ5 связан, бить конем на С6 нельзя, поскольку после ЛАДЕ3, КНЕ8 в начале, ну, ЛАДЕ на Е1 подвисит. Поэтому надо играть ДЦ, теперь Ф6, конь попал в беду, но он не теряется, он не теряется, но белые должны, чтобы спасти коня, пойти на большие уступки, а именно сыграть Ф4. Теперь, если ФЕ, ну, может быть, на это ориентировалась издалека Костельюк, то у белых хорошо. Вот срон Д3, ну, как хорошо? Хорошо до недюжа, может быть, позиция сложная, но на это пойти белые готовы были и шли. А более сильное решение здесь вот нашла, или использовала, применила, сделала ход более сильный Тань Джуни, она отступила с ладом на Ф7, вроде из-под удара под удар, но срон хочет перейти на Д5, бить на Ф7 нельзя, из-за ЛАДЕ3, потом ЛАДЕ1, шах, а черный будет лишний качество, выигрышная позиция, показывает вариант очевидный, вот такой вот. Ну, поэтому Ферзь Ф2, черный играет с ладом на Д5, они перевели слона куда надо, через битое, так сказать, поле, конь на Е5 подвисает, но теперь он может уйти, и он уходит на Д7, единственное место, куда можно отступить, потому что все-таки конь Ф3, это слон бьет Ф3, конь Ф3 плохой ход, давайте я сделаю этот ход, вариант очевидный, то есть взятие, 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 взятие на Ф3, и пренеприятный шаг с поля Е1, после которого теряют белые ладью. Так играть нельзя, надо играть конь Д7, но черный забирает пешку С6, размен, размен, и возникает вот такой вот, ну, миттельшпиль, пока еще не окончание. Объективно, ничья. Объективно, ничья. Сказать, что у черных лучше, ну, может быть, лучше черных, а может и не особо лучше. То есть, если белые играют аккуратно, то получается ничья. Ну, вот я не знаю, может быть, Александр Косинюк думал, а не захватить ли, не захватить ли инициативу, не заиграть ли на победу. Вот ход король Д2 сохранял полное равенство вместо короля белых на ферзиевом фланге, где он защищает свои пешки и не позволяет черным проявить активность. Можно даже на С3 поставить короля, а потом сыграть А3. И никак до этого короля черному ферзю не дотянуться. А было сыграно ферзь Е3, теперь ферзь Б8 и не успевают белые перегруппироваться. А после хода ферзь С3 следует С6 и черный ферзь по диагонали Б8, Х2 куда-то там и стремляется. Вот с той белой ферзь на Е3, а белый король на С3 и при пешке на А3, ну, вообще говорить не о чем было бы. Объектов для атаки черных в лагере белых не было бы вообще. А тут вот как раз есть. Ну, Конь Е6 играет Костинюк, а теперь ферзь Е6 давала черному преимущество. Не буду, так сказать, растекаться по древу. Ферзь H2 ход более, естественно, смотрящийся. Конь Е8, Конь Ф8, король на С1, Конь Ж6, ну, здесь белые, в общем, держатся, держатся, пусть и, так сказать, на соплях. Ну, вот король Е1, ферзь Е4, шах, потому что кого можно атаковать? Конь Ж6 стоит неплохо, если белый ферзь прорвется к черному королю, то там может быть дан мат на полях Ф8 или Х8. Ну, пока что шах, шах, король отступил, слон Ф7, чтобы как-то на коня подействовать. Теперь ферзь Б4 делал легкую ничью. Угрожает ферзь Ф8, ну, надо давать шахи какие-то, почему бить на Ж6? Ну, можно взять на Ж6, и что будет дальше? Тогда после взятия-взятия белые заберут на С4. А если черный ферзь начнет куда-то уходить от пешки Ж, то пешка Ж останется очень мощным клином на лагере соперника и будет ничья. Ну, вроде ферзь Д4 лучший ход, ферзь Е3, но нужно пытаться реализовать это в идеальной редакции, например, вот так как-то играть. Но оказывается, что здесь выиграть никак нельзя за черных. Можно ли там подменять пешки? Но опять же, больше, чем вечный шах? Нет. А если ферзь Х3, тогда ферзь бьет С5, угрожает мат на поле Ф8. Ну, черный должен давать шахи, поскольку взять на Ж6 это игра не на выигрыш. Размен-размен, там ферзь С2, у белых пешка Ж6 защищена. Размен на Ж6, ферзь Д3, тогда ферзь С2. А потом пешка еще идет вперед, и черные могут проиграть. А вечный шах они могут дать. Но вместо хода ферзь Б4 была сыграна А3, неточность, Х5, черные начинают цепляться к белому пешкам, и король черных через Х7 и Х6 может выбежать, убежать из матовой зоны. Это тоже мотив немаловажный. Ну, взятие на Х5, так поступило Костенюк, король Х7, король побежал сразу, и эта позиция уже не хороша. Сказать, что она безнадежна, я не могу, тем более, что вот данный момент был прекрасный, была прекрасная возможность, последняя Александра Костенюк, не проиграть партию, получить хорошие шансы на ничью с помощью хода Д4, Д5. В чем хитрость? Но если ферзь Д5, тогда ферзь Е2 шах, и оказывается, это вечный шах просто, потому что никуда не деться. Вперед идти нельзя из-за ферзь Ж4, и получается мат, надо отступать только на А6. Если взять не ферзем, а пешкой, тогда ферзь бьет А7, висит срон, и никуда нельзя подтянуть ферзя, и срона нельзя подтянуть. Контр-игра очень мощная, а если срон бьет Д5, тогда конь Е6. Вот в такой редакции играем конь Е6, и что важно здесь, не получается ничего у черных, если пойти вперед, тогда конь бьет Ж7. Белые активизируются, белые получают свою контр-игру, если взять на А3, то там идея конь Е8, взятие на Ф6, дает белым хорошую игру. Больше, чем вечный шах, нет. А если сыграть в ферзь Ж2, пытаясь выиграть коня, то ферзь Ф2, размен, размен, ну и как уже говорилось, конь Е8, отбирая пешку, стоящую на Ф6, и у белых уж точно проблем нет. Вот. Но было сыграно не Д5, а было сыграно ферзь Е7, что выглядит вроде бы естественно, вперед, 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 но вот ходом Д5 белые заставляли соперника взять пешкой, поскольку взятие оба других, солону и ферзем ничего не дают, и отнять возможность черному солону будет переброшенным через поле Д5. А здесь этого не происходит, и слон пользуется этой возможностью, и позиция оказывается просто безнадежная у белых, поскольку слон с ферзем атакует белого короля. Оно было сыграно вот так вот, шах, затем конь Ж6, король пошел на Ж5, чтобы шахи кончались, конь Е7, ну и теперь четкий маневр. Если король Е3, тогда шах, ферзь Ф2, если король Д1, тогда шах, шах и вот такой мат, если король С3, тогда ферзь Е1 и мат тут же самый, только быстрее, ну а если король Е1, как было в партии, тогда ферзь Ж3, но если король Д1, то напомним, ну не напомним, а в общем механизмы-то одни и те же, вот здесь с ферзь Ф3 есть такой механизм, вот важный очень. Если ферзь Ж6, теперь тогда король идет вперед, и король черных может укрыться на поле H2, и не надо так. Собственно, ну ферзь Ж7 можно сыграть, ферзь Х6, какая-то ошибка пальцев была в свое время, ушли назад, как я уже сказал, и белый король в матовой сети ничего не сделает. А если Х4, тогда король Ж4, ну и черный король скрывается на поле Х3, снова белый король в матовой сети, и все. Было поэтому сыграно не король Д1, а король Д2, но здесь все проще. Тут дается шаг вот такой вот, теперь ферзь Е1, и белый сдались, потому что получают мат в два хода. Это первый ход ферзь Е1, а второй ход вот такой. То есть Александра Косеюк тоже начала турнир с поражением, а что делала в это время еще одна россиянка, выступающая во флагам ФИД, именно Леокатерина Лагно, которая претендовала на выход, она шла на четвертом месте в общем зачете, ну неформально на третьем, то есть чуть-чуть позади, чем Александра Горячкина и Александра Костенюк. Она играла с Полиной Шуваловой, и партия довольно любопытная, я ее быстренько прокручу, поскольку интересные места будут уже по-настоящему в спортивном отношении интересные, попозже. Интересные события происходят, не в самом начале. То есть, Катерина Лагно избрала вот такой вот дебют, который считается ничего особенного. Слон Б4, кстати, провоцирует белый и черный на ход конь Д4, это контратака маршала Руберштейна в дебюте четырех коней. Слон Б4 классическое продолжение, считается, все белые чуть-чуть лучше стоят, но тоже по большому счету нет. Но вот конь Е2 здесь отходит своего коня, опять же, это каноническая теория Катерина Лагно. Слон Ж4, возможный ход, С3, Слон отбрасывается, конь Ж3, на Ф3 теперь брать нельзя, поскольку в ЖФ белые даже не обязаны играть, в общем, если они сыграли бы ЖФ и тут же Ф4, то это все равно было бы белому выгодно. Здесь же, правда, черные не уступили сопернице преимущества двух слонов, но конь лезет на Ф5, слон отступает, не хочет брать на С6, опять же, я не комментирую эти ходы, но конь Е3 с угрозой черному слону соединяет бросить его назад, фактически черные обязаны взять на Е3, потому что если они отступят, скажем, на Е6, что будет? Что было бы в случае хода слона Е6? Тогда белые, скорее всего, не стали брать на Е5, там конь бьет Е5 и конь бьет Д3, а сделали бы ход Д4 с угрозой Д5 и конь на Х5 непонятно как стоит, то есть угрожает Д5, у черных хуже, похуже, во всяком случае. Ну, слон Е3, логично, но белые неожиданно, ну как бы неожиданно, берут пешкой, забивают своего слона, но другие планы у Катерины Лагно, и в общем, она демонстрирует этой партии, что действительно она готова к этому дебюту, и вот конь Х4, потом белые могут сыграть Д4 в нужный момент, они захватывают пространство, а что будет делать слон С1, формально плохой, увидим. Ну, может быть, стоило черным сыграть С5 здесь, и после этого, ну, ферзь Ж3, там король Х8, как-то так играть, не очень много у белых, чуточку лучше, но не более того. Ход Ф7 не точен, потому что Д4 в удобной редакции, идея Д5 полуугроза, там потом взятие на Ф6, и слону на Ж4 проблемы могут возникнуть, вот, черные отвечают С6, чтобы защититься теперь Б3, слон выходит С1 на неплохую для себя диагональ, конь Ж6, слон А3, конь А4 защищен ферзьем, ладья Е8, ферзь Ж3, Д5, попытка дать бой на встречных курсах, но в результате раскрывается, плохая для белых пешечная структура, и преимущество у слонов становится уже весомым фактором, при открытой позиции, при вскрывшейся позиции два слона работают очень неплохо, то есть взятие на Д5, конь БД5 вроде висит на С3, на Е3 тоже подвисает, но конь БД6 разменяли, сыграли Е4, пешка С3 защищена ферзьем Ж3, надо идти назад, идти на Ф4 как-то, а можно ли пойти на Ф4 действительно? Давайте прикинем, что это такое? Просто ладья Е1, наверное, ну просто ладья Е1, и потом уже можно взять на Д5, то есть конь на Ф4 не украшает позицию черных, там срон С1 белые могут отступить, поднадавить его еще и слоном, то есть это не то. Вот конь Ф6, короче говоря, взятие на Е5, у белых формально лишние пешки, но черные дают важный шаг, перегруппироваются вот таким образом, но все равно у белых большое преимущество. И вот надо отдать должное Екатерине Лагну, она эту партию ввела очень, так сказать, цельно, очень последовательно, вот ладья Ж3, здесь выигрывала, может быть, более чисто ферзь Х4, то есть уже идет речь о форсированном выигрыше, и мат, какой план белых? Ж4 и ладья Х3, то есть ферзь Д7, играем Ж4, поддаем пешку с угрозой ладья Х3, и поставить мат, берем, черные берут, разумеется, чтобы парировать идею ладья Х3, теперь играется слон С5, черный ферзь атакован белой ладью, и черные несут материальные потери, если ферзь Х6 теряется, ну, после разбена теряется целая ладья, а в случае хода Ф7 меняемся, сразу берем, я хотел на Б6 взять, сразу берем слона, то есть вот так черные проигрывают, ферзь Х4 выигрывала чуть быстрее, но ладья Ж3 выигрывает тоже, что было после этого в партии? Х4 так решила штурмовать защитительные бастионы оппонентки, то есть Ипадина Шувалова, Катерина Лагну, пешку Аш надвинуть, БЦ, Афселон бьет Б3, лучше разменять слона, потому что Афселон бьет еще поле Ф7, Конь С4 перекрывает диагональ, но Х5, просто черные не успевают создать контр-игру, связанную с ходом Конь бьет Д6, на Д6 они бьют, конечно, ну и что? А на Ж6 висит, бить на Х5 нельзя, там на Ж7 страшные вещи начнут происходить, то есть просто, ну на взятие наш, вот на это взятие можно просто сыграть Ферзь Ф6 и потом ударить на Ж6, то что лежит на поверхности, взятие, 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 потом добрались до Радья Е8, выиграли затем слона Е6 и выиграли партию, вот, поэтому взятие на Б3, А, Б, если Радья Е6, тогда Е5, просто защитились и продолжаем атаку, ну скажем, Ж, теперь Ферзь Ж5, висит мат, если Радья Ж6, тогда Ферзь Х4, и как ни странно, вот здесь, играя таким спокойным, тихим образом, выигрывают партию, четко выигрывают партию, ну Ладья Ж3, Ферзь Ж3, там, скажем, Ферзь С5, Ладья идет на А1 и с другой стороны заходит, то есть черные пытаются как-то там противостоять, что-то такое, сделать, атаковать белые пешки в центре, ну скажем, Ладья А7, теперь Ладья Д1 угрожает Д7, Ладья Д7, теперь Ладья Д4, просто усиливаем давление, у черных нет контрагры, это очень интересное обстоятельство, и легко очень белые нагнетая, опять осуществляя перегруппировки, скажем, Ферзь Б6, тогда Ферзь Е3, потом Е6, прорвались и выиграли партию, это не совсем то, что лежит на поверхности, но просто иллюстрирует то, что у белых выигрышная позиция, в случае хода Ф6, в этом варианте, тогда просто взяли на Ф6, Ладья Ф7, и, ну, сделали любой профилактический ход, потому что у белых еще проходная по линии Д, скажем, король А2, можно ли взять на Ф6, вопрос, нельзя, потому что два раза взяли, два раза взяли, пешка Ж7 связана, а если Ладья бьет Д6, тогда Ферзь Е5, и с другой стороны заходим, тоже выигрываем партию, потому что в главном варианте, вот таком, мы два раза берем на Ф6, выигрываем Ладью, а если там сыграть как-то типа Ферзь Б8, тогда можно сыграть просто Ладья ФФ3, Ладья ФФ3, и добираться постепенно до слабостей соперника, например, что происходит, а нет, 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 я что-то здесь ошибся вам, здесь я что-то сказал, ну, я не той Ладью сыграл, конечно, надо этой Ладью играть, сделал ужасный ход, вот так надо играть, конечно, и черные ничего не могут сделать, не могут брать на Ф6, а белые усиливают давление, выигрывают партию, на Ферзь Д8, просто бьют на Ж7, бьют на Ж7 еще раз, и с угрозой Ладья ФФ8, понятно, то есть Ладья Ф6 не помогает, было сыграно Ферзь С5 в партии, белые взяли на Ж6, затем сыграли Ладья Х3, Ферзь Е5, Ферзь Х4 с угрозой мата на полях Х7, Х8, Ферзь Ж5, отступили на поле Ф4, Ферзь черных отступил, белые повторили позицию, и сыграли Ферзь Ж3, делали сильнейший ход, а после Ферзь Е2, потому что если сыграть Ферзь Е5, что будет после хода Ферзь Е5, кстати, давайте прикинем, тогда бы взяли на Ж6 просто, и все заканчивается, а после Ферзь Е2, король Ж1, чтобы Ладья была защищена, Ладья Е6, Ферзь Х4 с угрозой мата, Ферзь вернулся на Х5, и теперь белые уже, заманив черную Ладью, необходимость защиты пешки Е6 на поле Е6, создали угрозу Ферзь Ф8, то есть все, Ладья Ф6, взятие на Ф6, взятие, взятие на Х5, Ладья Беда Ф6, черные сдались, потому что следующий ход Е5, две связанные проходные в центре, две лишние пешки, и позиция черных безнадежна. Ну, это вот было сыграно в первом туре, а что во втором? Во втором наиболее любопытно, на мой взгляд, была партия в спортивном отношении, ну, несколько партий было на самом деле. Просто продолжим уже тему Катерины Лагно, которая выиграла партию первого тура, а в втором туре играла с Юнаймом Мамедзаде. Ну, судя по всему, судя по тому, как она поставила дебют, Юнайма Мамедзаде уважала соперницу Катерину Лагно, была более-менее согласна сыграть с ней в ничью, и этим был обусловлен дебютный выбор белых, после слонга 5, коня в 6, в маркировке конь бет е4. То есть, во-первых, белые не сыграли d3, а сыграли 0-0, но дальше не пошли в основной Берлин, а сыграли ладья е1, конь бет е5, и вот пошли на эту самую известную позицию, которая все-таки довольно коварная, и иногда обладатели белых фигур добиваются успеха. Ну, видимо, Катерина Лагно была хорошо готова, я помню, как ее обыграла Мария Музычук в партии, давно уже это было, на одном из командных чемпионатов мира, вот в этой системе белыми, но с тех пор много воды утекло, и, безусловно, Катерина Лагно проделала соответствующую работу, и во всеоружии готова противостоять обладательницам белых фигур, которые на эту позицию идут. То есть, ничего, на самом деле, несмотря на плохую вроде бы позицию коня на d6, которого принято куда-то уводить, переводить и так далее, так вот, несмотря на эту позицию, черные стоят неплохо, так как все фигуры остальные стоят неплохо, да и сам конь на d6 тоже не столь уж плохо. Ну, слон g5 меняет этого слона, чтобы он с f-поля f4 не действовал черным на нервы, размен, размен, теперь уже конь d6 не сокрушим, конем его атаковать нельзя, с другой стороны, ощущение, что у берлок чуточку лучше, все-таки остается какое-то, но ферзь и слоном прицепились к пешке g2, и поэтому ничего нет. Вот ладья f-e8, теперь берлок стоил с игроками спокойно, там h3, позиция оставалась примерно равной, но, обед за d сыграла ферзь a4, атакуя пешку на d7, активный ход, и теперь после слона c6, отступление и взятие на e5, оказывается черных лучше. Вот конь e4, меняя еще и коней, ну, такой редакции размен осуществляется, взятие-взятие, и черные играют ладья e8, после чего выясняется, что у берлок слабость на e5. Белые были обязаны сыграть f4, и чуточку хуже они стояли, но не более того. После хода ферзь d4 и ферзь f5 то же самое уже не годится. Надо было сыграть ладья e1, и белые удерживали позицию худшую для себя, после d6 там f4, ну, вот d6-f4 главный вариант, но после хода d6 уже черные фактически вынуждены в ближайшее время разменяться на e5, дальнейшие размены и ничья. Ну, пусть у берлок чуточку хуже, но не более того. А после f4, сделанного сразу без ладья e1, ситуация меняется. Черные играют g5. Этот ход явно был недооценен. Прошел мимо внимания момент зады, и черных перевес. Черных перевес. В случае g3 вообще плохо у берлок. Взятие, взятие, ижд6, после чего черные резко активизируют все свои фигуры и устремляются в решающую атаку на белого короля. То есть, ну, вот скажем, что такое взятие. Давайте попробуем такое взятие. Как мы ставим мат? Ставим мат мы следующим образом. Шах, 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 отбрасываем белого короля вниз, даем еще один шах и забираем наш дуа. Забираем наш дуа и матуем этого самого белого короля вот таким вот образом. Ну, было сыгранное fg, и игра перешла в техническую стадию. Не следя сказать, что у черных легко выигрышные позиции, отнюдь нет. У черных лишняя пешка, большие шансы на победу. Ну, правда, подкупает то искусство, то мастерство спортивное, то хладнокровие, с которым Катерина Лагмар реализовывала свое преимущество. Вот она разменяла ладьи. Вроде бы у белых могут быть шансы на ничью, но опять же, если не торопиться, если не суетиться, точнее сказать, играя черными фигурами, а спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, просто подвести силы свои, усилить позицию и так далее, что мы и видим сейчас вот в этой партии, то оказываешь, что позиция выигрышная. А вот черным стоило сыграть в Солон Е4, по-видимому. Д4, ну, неточность, приводящая к техническим проблемам. Я вот сказал, что безупречно была Катерина Лагно в деле реализации своего решающего преимущества. На самом деле, позиция, судя по всему, все равно выигрышная, но требующая больше тонкости, больше аккуратности. Ну, можно предположить, что Катерина Лагно все правильно понимала, все правильно оценила. Здесь лучший ход с Роджи 6, после которого действительно выиграть не так легко. Было уже сыграно Солон Аш-5, и теперь выиграть легче, потому что черный король успевает прорваться к владелью соперника. Вот здесь уже ход Солон Д1 не столь эффективен, потому что черный играет Солон Аш-5, при Солоне на С2 это было невозможно, и ход Д3 не очень-то шел при Солоне на С2, а тут это все осуществляется. Б5, Солон наступает, теперь Солон Е4, белые в Суксванге. Если Б3, тогда король С5, затем Солон Д5, пешка атакована, и на наступление следует Б4, а после А4 черный играет Солон Е4, и уже пешки белых стоят по белым полям, и черные за счет просто Суксванга обходят со стороны белых и легко выигрывают партию. Например, вот я показываю этот план, вот так вот они маневрируют, угрожает Солон Е6, кстати, поэтому этот ход просто проходит Солон Е6, сразу конец, а если отступить на Е2, что тогда? Если отступить на Е2, тогда играется Солон Е6, и диагональ захвачена черными, нужно отступить Солоном, и черный король прорывается на Е4, атаковать его нельзя, поскольку он пройдет дальше на Ф3. Ну а дальше уже банальное усиление позиции, можно даже сыграть и Д3. Давайте прикинем, ну как вообще? Вообще Суксванг на самом деле. Некуда деваться белым. Если король С2, то король Е3, если король Е2, тогда Солон Ж4, если Солон идет на С2, то король Е3, если Солон идет в другую сторону, теряется пешка Б3. То есть проигрышная позиция белых, и после Солона Е2, и после король Е2, тогда Солона Е6, все совсем просто. Вот, ну было сыграно Солон Х5, король Б3, и далее черные перегруппировались Солон готов пойти на С4, а пешка готова устремиться вперед. Пешка Д3, причем вначале еще черный усиливает позицию своего короля. Далее нагрегает пешку Д3, и играет Д2, король С2, и теперь заключительный нюанс. Д1 ферзь, белый сдались. Почему? Потому что если Солон бьет Д1, то Солон Б3, мерзменяли Солонов и забрали на Б2, и все. Давайте доведу до конца, а то как-то я не взял на Б2, на Б2, кстати, надо взять. А если король бьет Д1, тогда король бьет Д2, и тоже говорить не о чем. Ну вот так в результате выиграла партию второго тура Катерина Лагно у Юнайма МЦД, и единолично, не единолично, а возглавила турнирную таблицу вместе с китайской шокоматисткой, финалисткой матчей претендентов Тань Джуни. А в этом же туре игралась еще очень интересная партия между Александром Горячкиным и Наной Цзагнидзе, которую я тоже предлагаю вашему вниманию. Итак, нет, не сюда пошел, надо пойти вот сюда. Так, да, вот эта партия. Было сыграно Д4 на первом ходу, это второй тур. Напомню, что Александр Горячкин проиграла первую партию черными Динаре Вагнер, довольно обидно, наверное, для нее, ну ладно. А тут Д4, Ц4, дальше Конь Ф3, вот такая вот игра, и чисто техническими средствами старается обыгрывать своих соперниц Александра Горячкина, благо, что понимание шахмат, и подготовка, и четкое представление, как это делается, у нее есть. Вот известная позиция из Катарона. Здесь, что важно отметить, после Коньи Д4, черные, судя по всему, не должны были брать на Д4, хотя, ну, бабушка, надо бы сказать, можно было сыграть с Род Д7. Ход, который Берл устраивал, по идее, в том смысле, что после Коньи Б5 они завязывали некое напряжение возле ферзио-фланга соперницы, на Роде Д8 можно сыграть С4, но, судя по всему, вот с помощью таких тактических и ущищрений черные устраивали, могли перевестись на поле С6, но Ф4 не очень-то много дает белым, потому что после Ф4 не обязаны черные брать на Ж2, могут, а могут, наверное, это и сделать, понимаете, потому что в таком вот варианте можно взять на Ж2 и в случае хода ФЕ сыграть Коньи Ж4 и нельзя бить на Ж2 и за Коньи Е3, а если хода Ладья Д4 делается, тогда С3. Вот такая эквилибристика, черные ничего не теряют в любом случае, а пешка на Е5 слаба. У черных здесь скорее получше, чем похуже. Вот. Но было сыграно не С7, а Конь бьет Д4, что тоже не страшно. Важно лишь дальше не ошибаться, но Конь опять, опять же, Александр Горячкин осуществляет свой маневр, ставит практические проблемы перед соперницей, Конь уступает на С4, Ладья Б1, но теперь черные были обязаны не ошибиться тактически. Они сыграли С4, 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 атаковать эффективно, так как есть тактический трюк. Конь С3 и Ладья С8, отыгрывая фигуру, оставаясь лишним качеством и шансами хорошими на победу черных, а не белых. А после С3, в случае С3 вместо С8, вот если белые играют, идут другим путем, тогда Ладья бьет Д4, Е3, Ладья отступает, но здесь правда, вот, белые не проигрывают и проблем не испытывают, но и черные тоже. То есть такая интересная позиция без качества у черных, но белые там атакуют черного коня, Конь отступает, это Ладья С1, Конь берет на А2, белые атакуют сразу две фигуры, и здесь вот что получается, С4 и полностью выхолачивается игра. Такой удивительный форсаж. Главный вариант вот такой, С8, взятие-взятие, теперь Ладья Д1, ну, Конь А7 тоже ничья, и Ладья Д1 ничья, поскольку белые пешку отыгрывают. Не буду до конца все это доводить. Это случай хода Ладья Б4. А если не брать на Б4, а играть С2, пытаясь выиграть две фигуры за Ладью, тогда здесь есть ход Конь бьет Е2, С2, бьет Д2, теперь если Ладья бьет Д2, тогда Конь С3, взятие на Б7, и Ладья Б8, и оказывается, нельзя взять слона, потому что, ну, мат по первому ряду, вот такая контраграмма. Ну, чистая тактика, с одной стороны, с другой стороны, многое в подобных вариантах держится на тактике. А в случае хода Конь опять же, 6, Ладья отступает, и Ладья бьет Б7, ну, возникает вот такая вот позиция, где, опять же, в черном грех жаловаться. Ну, может быть, они не лучше стоят у белых активные фигуры, но пешка на Д4 слаба, и это просто ничья. Вот. А если сыграть не Ладья бьет Д2, чтобы только что посмотрели, а Король бьет Е2, тогда слон Ж5, и после взятия на Б7, черный играет слон С8. Вот этот ход, конечно, очень трудно найти. То есть, как понять, что такой ход сильнейший? Раз, слону наступили назад, да и Ладья в какую-то беду попадает, поскольку ее белый слон прижимает. Ну, оказывается, что после этого все нормально. Ну, вот если сыграть на Б4, например, что это такое? Вот отступили на Б4, такое заманчивое поле. Тогда черные имеют еще один темповой ход, слон Е7. Ладья атакована, и все равно он попадет под темп. Если Ладья А4, то можно сыграть слон Д7, а если Ладья уходит вниз, то слон А6. Но если сразу отступить при слоне на Ж5, где он стоит похуже, вроде бы, чем на Е7, тем более, что можно его атаковать, тогда слон А6, удар, удар, отступление, Ладья Б8, и снова никаких проблем у черных, ну, ничья. Ну, то есть, можно, конечно, продолжить вариант, там А6, белый отыгрывает пешку А6, но получается, в общем, по большому счету ничья. Ну, а что произошло бы, то есть, что произошло в партии, после того, как не был сделан ход Конь С3. Еще раз, очень тонкие, длинные варианты, то есть, целый ряд тонкостей тактических, главный из которых, это ход С8, который я вам показал, без которого черные стояли бы просто хуже, но не все-таки позиция свежая для Нана Дагнидзе была, и она сделала ход слон В5, слон В5, такое белого коня, и после этого слон бьет Д5, взятие-взятие, и конь Е3, и оказывается, черные слоны висят, они, черные, обязаны пойти на форсированный вариант, перейти к позиции с ладьей против двух фигур, поскольку слоны висят, как я уже сказал, единственная защита для черных, это, ну, А5, А3, это разумное включение со стороны черных, слон бьет Е2, ладья белых в беде, ну и ладно, забираем зато фигуру, теперь у черных, правда, то ли проходная, то ли что-то по линии А, но двигать ее не очень хочется, а с другой стороны, что еще делать, ну, взять на Б4, ну, конь белых выйдет, пешка на Б4 падет, пешка на Д5 атакован, то же самое получится, или получилось бы, что и в партии, а именно здесь конь Е3, А3 пешка идет вперед, ладья А1, пешка дошла до поля А2, король белых пошел на перехват, не нужно торопиться, взять, брать на Д5, у черных появится мощная контр-игра, а здесь нет полей вторжения по линии, ни по одной из линий, ни по линии С, ни по линии А, ну, на А3 можно поставить ладью, конечно, ну, и что дальше-то? Белые, наконец-то, забирают, подтянув короля, усилив свою позицию, пешку на Д5, затем конь С7, ладья С8, теперь конь Б5, но черные отыгрывают, забирают материал вот этот самый, белая пешка идет вперед, черные защищают пешку А, ну, забрали ее, и получили вот эту каноническую ситуацию с ладьей против двух фигур, или двух фигур за ладью. На самом деле, вроде бы считается, но и не на самом деле, а просто считается, что в подобном родном положении шансы на ничью, шансы на спасение не такие уж маленькие у срабейшей стороны. Но, во-первых, это не всегда так, а во-вторых, Александр Горячин действительно проводит концовку этой партии безупречно. Вот видите, как она маневрирует, 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 спокойненько вот здесь вот, конь отступает, хотите играть G4, пожалуйста, поскольку все равно, конь со строном, это численные преимущества в белых, вот размен, размен, конь создал угрозу, напал на пешку B7, отдавать ее нельзя, слон на E3 защищает пешку B6, и теперь слон уже переводится на поле C7, и все, вот так вот, чисто техническими средствами, уже в этот момент, после 46-го года слон C7, признала свое выражение на надзагнидзе, потому что пешка B7 теряется, в белых, лишняя, жуткая проходная, жуткая для соперницы, страшная по линии B, и черные будут вынуждены отдать за нее ладью. Вот так Александра Горячкина вышла, как принято говорить, в полтинник. Ну, давайте взглянем, перед тем, как двигаться дальше, и посмотреть в партию следующего, уже третьего тура между двумя Александрами, Костенюк и Горячкиной, партии, весьма важное в спортивном отношении, каким было положение после третьего тура, где же у меня положение после второго тура, извиняюсь, положение после второго тура, немножко выше, очень много табличек. Положение выглядело следующим образом, то есть лидировали две шахматистки, а именно Екатерина Логной, Тань Джуни, которые набрали по два из двух, по плюс один имели Динара, Вагдер и их Древнали Харико, Харико Древнали, и далее в полтинник Александр Горячкина, Полина Шувала выигрыш вторую партию, Юнай Мамедзаде также выигрыш вторую партию, и Нану Дзагнидзе выигравшие на старте. Что это все означало в моменте, так сказать? Ну, что выходили, если бы такие места по окончании четвертого этапа заняли бы шахматистки, выходили в турнир претенденток Александр Горячкина и Катерина Логной, ну, можно сказать по-другому, Катерина Логной с первой позиции, с первого места, так сказать, и с более высокой позиции, и Александр Горячкина. Но, разумеется, Александр Косинюк надеялась наверстать упущенное, ну, минус один она стоит, проиграла в первой партии Тань Джуни, ну, можно отыграться, можно улучшить свое турнирное положение. Итак, я возвращаюсь к нашей доске, к нашим баранам и показываю партию, очередную партию, очередного тура Александра Косинюк против Александры Горячкиной, в которой, наверное, Александра Косинюк надеялась, мечтала выиграть. И как она поставила дебют? Весьма любопытно, на мой взгляд. То есть, конь С6, Слон С4, Слон С5, ну, поначалу ничего слишком оригинального. Мы помним, как весьма оптимистично Дин Лежень, допустив Слон Ж5 от Анни Шегири, от Лерзи Ферриджи, затем позволил Берон от Анни Шегири отдать фигуру на поле Ж5. Здесь же вот такие вот такие ходы. Х6, Конь Ф1, затем Слон Х4, Слон Д7 и Конь Ж3. Интересное маневрирование со стороны Берон, то есть, со стороны Александра Косинюк мы видим, Слон отступил на Х4, далее он готов отступить еще дальше, а именно на поле С2, но зато, хотя черные и отбросили немножко белые фигуры, но успели белые перевруппироваться и подготовить продвижение Д4. Тем не менее, само по себе это продвижение не судит ничего особенного, если играть неосторожно. Белые были обязаны сыграть 0-0, у них было бы получше. Вот захват центра, контроль над основными полями и так далее. Нужно было играть так. Но почему-то решила сыграть по-другому Костинюк. Она сыграла Ферриджи 2, видимо, или может быть, надеясь, сделать длинную ракировку. Вот моя гипотеза. Слон 5-6 где-то, когда-то, иногда может оказаться актуальным еще одна идея и с коня в 4 нет хода. То есть, вот такое совкомность обстоятельств, которые свидетельствуют в пользу хода Феррзи 2. Но, есть одно обстоятельство, которое свидетельствует против. Удар на Д4 и пешка Е4 превращается в объект атаки. Но белые могли сыграть слон Д4, что рекомендуют наши электронные друзья взять Феррзь бьет Д4, чтобы защитить надежно пешку. Но есть ход Феррзь С8, когда он черный. Довольно любопытная идея, которая препятствует на самом деле хотя бы отчасти рокировке белых, потому что на рокировку можно ударить слон Бет-H3. А без рокировки белым трудно обойтись в такого рода вариантах. Здесь же что получается? Что у черных лучше? Угрожает конь Ф4 с матом. Надо прикрыть это поле. Феррзь Z2. Тогда конь G4 с угрозой коня H4 отвлечь коня с F3 и дать мат с поля H2. Поэтому белые уводят ладью. Теперь конь H4 малоэффективен, потому что мат не получается. Белые короли убегают и выигрывают белые. Но можно сыграть H5 с идеей H4 атаковать коня и там опять же начнутся большие проблемы у белых. Поэтому главная идея это Е5, чтобы успеть взять на G6, когда черные сыграют H4. Теперь слон Бет-G6, взятие на G3, слон Бет-G7. Король Бет-F7 теперь проигрывает по причине шаха, винки и теряется черный ферзь. А после короля Ф8 лучшего хода взятие, взятие, взятие происходит вот такая разгрузка. И что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем позицию с лишней пешкой у черных. Позиция защитимая для белых, но лишняя пешка это лишняя пешка. У черных лучше, у белых не проиграно. Но вот так можно было поступить взятие на D4. Решила по-другому поступить в этом положении Сандра Костенюк. Она взяла пешкой С, что по-игротски лучше, а объективно уж это вопрос сложный, лучше не лучше. Должны сопоставить то, что будет в этой партии с тем вариантом, который я показал, длинным, красивым, интересным и так далее. Слон С6, ну это главный ресурс черных атакованной пешкой на D4, D5, слон бьет Е3, теперь ферзь бьет Е3 играть нельзя, и за конь бьет Д5, пешка Е связана, черные выигрывают пешку, а вместе с ней партию. Поэтому взятие пешкой ФЕ, слон Д7, слон отступает, и возникает вот такая вот позиция, такая структура. С6. Белые могли взять ДС, на самом деле, белых чуточку хуже, но ничего особенного, после коня Ф5, атаковая пешку Д6, в общем, белые убегают, ползают с ковра в этой чутку худшей позиции. Вот я попрошу свою внучку не шуметь особенно, Эльчик, ты не шуми, а то все очень хорошо слышно, ладно? Вот. А после хода конь Д4 следует С5, конь Ф6, слон бьет Ф5, ну, ЕФ здесь играть неправильно, потому что полная блокада после кони Е5 под черным полям, черные постепенно надвинуть пешки на ферзьевой фланге и будут стоять, ну, очень хорошо, с заметным плюсом. Ладья бьет Ф5, сыграла Костенюк, но позиция такая, все-таки, ну, как бы это сказать, у черных получше, хотя может быть ничего особенного, но белые должны держать ухо востро, потому что блокада полная, у белых никакой атаки быть не может при столь мощно заблокированной пешке на Е4, а черные готовы что-то такое предпринять постепенно на ферзьевой фланге. У слона А4, разумный ход, чтобы Б5 черные не играли, ладья атакована, ладья уходит на М8, что правильно, потому что по Е7 нужно для коня с Ж6. Теперь ход конь Е5 был правильный, конь Е2 был правильный, ход ладья Ж5, имитация активности, то есть белые подумывают вроде как о коне Ф5, о каких-то жертвах, перебросе ферзя, атаке на черного короля. Все это неактуально, все это нереализуемо, все это невозможно осуществить в удобной редакции. Король А7, ферзь С3, Ф6, ладья Ф5, ферзь Б6, и вот постепенно Александр Горячин начала переигрывать Александру Костенюк, и вот здесь уже позиции черных с большим перевесом, с явным перевесом, и вот мне стало казаться, что Александр Горячин выиграет еще одну партию подряд, что во многом может убить спортивную интригу с точки зрения борьбы за две путевки, потому что ясно, что Катерина Лагнова уже имеет плюс два, и кстати, она начала играть очень сдержанно после двух стартовых побед, так как поняла, что при том, что ее главные конкурентки играют неудачно, плюс двух ей достаточно будет, ну как ее главные конкурентки, Александр Горячин, в первую очередь, плюс двух ей будет вполне достаточно для того, чтобы опередить хотя бы одну из них и выйти в турнир претендента. Ну в данном случае вот что происходит, вот такие ходы в данной партии между Костенюк и Горячкиной, и самое любопытное, ну или кое-что любопытное произошло дальше, потому что пока у черных явное преимущество, вот они надвигают пешки, но Александр Костенюк что ее отличает? Она сохраняет стойкость духа и хладнокровие до самого конца, даже если ситуация складывается не очень благоприятно. Слобин Б3, Конь Д7, Ладья Б1, Конь С5, вроде черные маневрируют, переводятся как надо, но объективная оценка, формальная оценка не улучшается в пользу черных, потому что белые тоже, ну они понимают уже, давно поняли, что нужно пытаться сделать ничью какую-то, как-то устоять, ну скажем, Ладья Б7, может быть, лучше было сыграть, это вопрос сложно, неоднозначный, потому что Конь Е5 вполне нормальный, который сделал Александр Корячкина. Король Х2, Король пошел вперед, Конь Ф5, Ладья Б7, Ладь Ферзь Д1, Ж7, Р6, белый Конь отбрасывается, он куда-то устремляется, все, Ферзь Ф1, Ф5, Ладья А1, Конь С5, естественные перегруппировки, и здесь вот черные должны были сыграть Ферзь С7, продолжая маневрировать, как ни в чем не было, уже с лишней пешкой, комбинации с жертвами на Ф5 не идут, мат не ставится, потому что при Ферзиану С7 черный Король может, ну, Конь Ф5 взять и взять, и отступить на А8, если черный сыграет Ферзь С7, никакого мата на А7 нет, по седьмому ряду все защищено, а Ферзь С7 защита от шахов по диагонали, вот, ну, было сыграно, вот здесь можно было сыграть Ладья А1 и Ферзь С7, это как-то так, но было сыграно не Ферзь С7, а Ладья А7, после чего в белых появляются хорошие шансы на контр-игру, они играют Ладья А1, судя по всему, лучше было черным сыграть Ферзь А6, Ферзь А6, и после размены, размены и Конь С6, играть позицию с позиционным преимуществом, пешку Белые это играют, но структура черных лучше, пешка Е3 слаба, шансы на победу у черных сохранялись, а было сыграно Ферзь Б7, на что Белые сыграют Ладья А4, это уже просто Александр Костенюк вдруг вот, из нехорошей позиции, фрусило практически равное, теперь Ферзь А1, возможный вполне ход, Ладья А7, и теперь надо было сыграть Конь С6, что форсировано делало ничью, в варианте Конь С6, взятие, взятие, Ладья А6, и Ж4, но это, понимаете, это игра с другого края, пешку С мы заведомо отдаем, я с точки зрения Белых рассуждаю, и в случае взятия и хода вперед, получалась вот такая вот позиция, H5, Белые агрессор активизировались, но черные давали шаг, забирали на B2, но тут у Белых появилась возможность Ферзь Ф6, вы можете дать вечный шаг черными, в той или иной редакции, но Белые тоже грозят ударом на Ж6 вечным шагом, и в случае взятия вечный шаг дается, проще всего дать шаг Ферзь Ф8, Ферзь Х7, Ферзь Ф7, можно выиграть Ладью, но эта позиция у Белых не лучше, а может быть похуже, потому что что, три першки у черных в дополнение к коню и Ладье, и здесь еще можно и проиграть Белыми, проще дать сразу вечный шаг вот таким образом, попаля мы в 7 и F8, это ничья, это по поводу хода Конь С6, было сыграно Ферзь А8, так сыграла Хостенек, ну в общем уже сложнейшая игра, вечный цейт нот где-то, но вот эта позиция получше у черных, Конь Е6, и теперь ходом Е3 черные не выигрывали, вот я думал вначале, что может они получали реальный шанс, все равно они не выигрывали, Белые здесь удерживались в этой позиции, после слона Д1, Ладья Е7 и Ферзь С6, начиналась сложная игра, но судя по всему, у Белых достаточно контр-игра, а было сыграно Ладья Е7 понадежнее, просто как-то, ну Горячкиной тоже, она понимала, что проигрывать эту партию она не имеет права, если она проиграет Костенек, тогда ставит под угрозу свой выход, она сыграла понадежнее, ну здесь Конь Ф8, здесь понятно, что это ничья, вот такие шахи, нужно идти назад на А7, потому что если Король Ф6, то чище всего Конь Е5, выигрывает и Ферзь А8, но после Ладья Ж7 еще надо играть, а после Конь Е5 играть особо не надо, потому что в главном варианте следует Ферзь А6 шах, такой неожиданный сбоку, и теряется Конь, и все, безнадежно у черных, понятно, то есть идти вперед нельзя, на Ф6 нельзя и бить, ну можно бить на Е6, но ничего это не дает, потому что если Ладья бьет Е6, тогда Ферзь Д5, двойной удар, и выигрывается Конь, а если сыграть Ладья и Ф6, тогда Слон Б3, Конь Ф5, Ферзь бьет Е4, опять же, ну, черные делают ничью вот таким образом, и Конь с Ладьей держат зону, но у Берлок Ферзь, это не лучше, безусловно, у черных, это уж точно, поэтому лучше отступить на А7, и повторение позиций, и ничья, вот так закончилась эта партия. Давайте я сейчас заряжу очередной титр, партия сегодняшняя уже, партия сыгранная в, какой сегодня день недели? Пятница, Марин? Пятница. Пятница, да, Пятница, а то мог ошибиться, Пятница, вот, что это такое, это вот, и до этого покажу ситуацию в турнирной табличке, которая имела место быть перед началом четвертого тура. Итак, после трех туров, где же у меня эта табличка, вот, после третьего тура, ситуация выглядела следующим образом. Первое место делили Екатерина Лагно и Тань Джуни, и далее на дилеже третьего пятого, Шли Динара, Вагнер, Харико Дрованали и Полина Шувалова. Полина Шувалова, кстати, выиграла две партии подряд, и несмотря на стартовое поражение, очень даже неплохо стояло в турнирной таблице, в частности, она опередила и Александру Горячкину, и да, Екатерина Лагно, в принципе, не опередила. То есть, очень хорошим было положение Екатерина Лагно, хотя, с другой стороны, понимаете, если начнете как-то делать ничьи, считая, что вам этого достаточно для того, чтобы опередить своих соперниц, можно так где-то быть опереженной. Ну, а кроме того, конечно, всех интересовало, как будут играть, как будут действовать, и смогут ли выиграть свои партии Александра Горячкина и Александра Костенюк. Ну, вот на момент начала записи сегодняшнего эфира в партии четвертого тура между Александрой Горячкиной и Оливией Киолбасой была вот такая, сложилась вот такая позиция. Сейчас я эту позицию вам дам, покажу, а то как-то начну анализ партии на совсем другом плане, с табличкой, которая уже была показана. И что после этого случилось? Ну, собственно говоря, Оливия Киолбаса довольно уверенно защищалась, и вот метод чисто технических каких-то маневрирований, которому прибег Александр Горячкин не мог принести ей, не смог принести ей заметного плюса. Но тем не менее, она продолжает играть на победу, то есть пытается как-то подмучить соперницу, куда-то перегруппировывает своего коня, перебрасывает его, создает хотя бы психологические проблемы, играет Е4, усиливает позицию, конь Д3, затем король С3, С5, ну, кое-что у белых есть. Вопрос, что делать с ладьёй, с А4, как её активизировать? Ну, самое естественное, это перевести коня на С4, и дальше, ну, нужно это делать в оптимальной редакции. И дальше, уже после этого, освободить ладью, играть в ладейник. Король идёт на С6, можно ли играть ладья в А4? Нельзя, потому что ладья бьёт А5, ладья должна ждать, караулить, защищать, соперница, защищаться. Король Д3, чтобы король в идеальной редакции стоял, когда белые сыграют конь С4, король С3, ждут белые, не торопятся, но чёрные теперь делают ход ладья в А4 неоднозначный. Конь белых идёт на Д3, меняет направление главного удара, и структура ситуации меняется. Висит пешка на Е5, ладья в А4, взятие-взятие, слон А2, конь бьёт Е5, слон атакует с тыла пешку белых. И вот это уже, видимо, существенный недочёт, потому что ход слон Е6 держал ничью. Держал ничью, потому что в случае хода слон Е6 и шаха с С4, ну, конь Беже 6 есть ход, конь С4, это, видимо, что такое? Конь С4, шах, просто уходим король А6, нет усиления. А что такое в этой позиции конь Беже 6? Давайте прикинем. Конь Беже 6, король С6, конь Ф4, слон Ж4. То есть чёрные делают ставку на то, что на королевском фланге белые не смогут образовать ещё одну проходную, а пешка А4 потенциальная слабость, которая может сопротивляться с поля Д1, можно отгонять первого короля тем или иным способом. Судя по всему, это ничья. Ничья с позиции слабости для чёрных без пешки, но, судя по всему, позиции держатся. А было сыграно слон Д1. Так поступила здесь польская шахматистка Оливия Кирбаса. И что дальше? Ну, дальше, в общем-то, вот в этот момент думает, думает, как поступить в это положение Александра Горячкина. Судя по всему, вот конь С4 выигрывает партию. Просто вот конь С4 выигрывает партию. А что происходило тем временем, ну, мы вернёмся к этой партии, что происходило тем временем в партии между Дровна Горячка и Александрой Костенюк? Вот такая позиция была на момент начала нашего эфира. В общем-то, поддавливала Дровна Горячка, вела партию с некоторым давлением, с инициативой. С другой стороны, Александр Костенюк защищался достаточно холоднокровно, похуже у чёрных. Конь Б4 играет здесь Дровна Лихарико, и, может быть, она идёт не туда. Вот конь Б4, может быть, она идёт не туда. Надо было сыграть просто ладья АЖ1, ну, просто слово такое, вот ладья АЖ1, создавая угрозу взятия на Ф6. Пешка А2 без защиты остаётся. Это не хочется делать. С другой стороны, чёрные не могут взять на А2 и за ладья бит Ф6, поэтому нужно отступить королём. И тогда, опять же, белым, может быть, имеет смысл не за пешкой Б4, а охотиться за пешкой Е5. Хотя, с другой стороны, вот как-то защищается там чёрная так. Не факт, что это так уж хорошо. Ну, вот конь Б4 была сыграна в партии. Теперь срок Е4, чёрные отбирают центральную пешку, взятия на Е4, конь бьёт Е4, конь Д5, у белых своя, свои козыри, свой хороший конь. Ладья идёт на поле Ф7, ладья Е6, пешка Е5 висит, вот должна была сыграть здесь Александра Горячкина, Александра Костенюк на этой трассе, другая Александра. Вот так вот, ладья Е5, и вот после этого перевес у чёрных. Почему? Ну, обоснование какое? Ну, чёрные хотят потянуть короля, а если конь Е7, тогда, тем более, подтяжение короля происходит вообще в идеальной редакции. Но если взятие, тогда взятие, и просто белым плохо. Ну, конь бьёт Ж7, скажем, король Е6, конь Х5, король Ж6, просто достали белого коня в таком варианте. Вот, но вместо хода ладья Е5, такого, ну, не то, что неочевидного, что это за номер хода. Ну, вообще контроллеры прошу. Был сыгран на конь Е5, хочет забрать пешку, какой-то скоро дают, и затем забрать ещё одну пешку. Ну, можно ли её забрать вот так, вот, ходь бьёт Б3. Вот на это делала ставку Александра Костенюк. Можно ли забрать эту пешку? Давайте прикинем. Тогда ладья Ж1. Вот зевнула это, судя по всему, Александр Костенюк. Вот то, что обстоятельство, что теперь плохо, потому что в случае хода ладья бьёт А2, следует конь Е7 шаг. Ну, отдавать качество, это явно и не то. Уходить на линию Аш, это ладья Аш5 мат, а если пойти сюда, то тоже мат. Вот такой тактический мотив, судя по всему, зевнула Александра Костенюк, и в ситуации, когда могла рассчитывать на победу, ну, должна думать о чём-то совсем другом. То есть, конь бьёт С5, было сыграно, ладья бьёт Е5, и конь бьёт Б3, не играет Александр Костенюк, потому что понимает, что это не то. Давайте я сделаю этот ход, потому что в тот момент, напомню, когда я записываю этот эфир, вот такая позиция, вот такая позиция. Если ладья Аш7, то Б4, если король Аш7, то Б4, конь сбрасывается, пешка остаётся, у белых явный перевес. То есть, вот вместо позиции с перевесом, понадеялась на взятие на Б3 Александра Костенюк, напомню ещё раз, что с ручей взятия до Е5 следует и конь бьёт Б3, и конь бьёт Б3, не самого точного хода, вот белый в главном варианте, позволяет сказать, выигрывает таким вот с помощью такого манёвра. То есть, ладья Е5 сыграно и думает здесь, в этой позиции Александра Костенюк. То есть, если это действительно так, если она не выиграет, а проиграет, но во всяком случае не выиграет, то, конечно, шансы её на успех будут не в реактивной дальнейшей игре. А что Александр Горячин с Оливией Келбасой? Да, сыграно конь С4, так поступил Александр Горячин. Позиция выигрышная, строго говоря, строго, просто строго выигранная. Конь Д2, прекрасный манёвр, салона А2, ну и теперь конь Б3, вот, выигрывает сразу конь Б3. То есть, то, что выигрывает. Я думаю, что эту партию посмотреть сейчас дальше не будем. Присудим Александре Горячиной победу. Главный вариант такой, вот так висит пешка, пешка, безнадёжен для чёрных. А если король Б6, тогда мы отступаем на Б2, заставляем соперницу взять на Б3 и снова пешка, безнадёжен. Ну, король С6, король С4, король Д6, можно по-разному, но проще всего вот так. То есть, довожу партию до некого условного конца, потому что не успевают чёрные забрать столько, чтобы получить контр-игру. Отступили, условно говоря, на Б5, взятие, ну и белая пешка явно раньше с чёрной проходят. То есть, чёрная пешка доходит до Ж2 и тут её и берут. Давайте сделаем эти ходы. Опять же, кооператив, я понимаю, все-всё из вас также понимают, смотрят нас исключительно высококвалифицированно. А как бы и не так, фердер Ж2 ничиопат. Так что будем продолжать вариант, но он выигранный, позиция легко выигрышная. Вот такой манёвр. Король Ж3, ферзь Е3, король Х2, там ферзь Е5, скорее всего, чтобы забрать на Х5 с полным комфортом, шахом, или при короле на Ж1. Ну, разницы особо и неоткуда. Но дальше уже сами знаем, что против пешки Ж, в отличие от пешек А и Ц, ферзь легко выигрывает. То есть, это то, что, скорее всего, примерно может срочиться в партии Горячкина и Келбаса. И в результате Горячкина выйдет в плюс один и с большой вероятностью, ну, как с большой вероятностью, получит прекрасные шансы занять место, благодаря которому она попадет в двойку. Первую и вторую позицию в общем зачете Гран-при Фиде и место в турнире претенденток. Что касается другой партии, на которой я вот сейчас ввел разговор, есть ли там что-то? Там нет. Там думает Александра Костенюк, поскольку, как я понимаю, она осознала то, что случилось нечто очень для нее неприятное. Ничья! Это удивительно. Ничья! Ничья у Александра Костенюк, то есть ее амнистировали. Вот в этой позиции после хода ладья Е5 была зафиксирована ничья. Ладья бьет Е5 была зафиксирована ничья. Хотя, еще раз напомню, у белых здесь плюс. У белых здесь плюс. Ну, можно играть там как-то король А7 тогда Б4 и сделал просто взяла на Е5 и приложила ничью, судя по всему, Дорвана Лихарико. В результате Александра Костенюк на рубеже минус один осталась и ситуация для нее не столь уж плохая. Напомню, перед тем, как проститься, напомню, что же там такое, каким было положение в турнирной таблице. Я не смогу подвести все итоги этого тура. Вот просто приваем очки соответствующие. Катерина Лагл сыграла в ничью, у нее 3 очка, у Тань Джуни 3 очка, у Александра Горячина стало 2,5 очка, а Александр Костенюк имеет 1,5 очка. Ну и, в общем, все в ее руках. В ходе дальнейшей борьбы она может перейти на более высокую позицию, занять более высокое место и продолжить борьбу за попадание в турнир претенденток. Ну что ж, на этом вот такой вот сильно затянувшийся выпуск, посвященный проходящему в эти дни четвертому этапу Гран-при Фиде. Проходит он в Никосии, и от его исходов зависит, кто выйдет в турнир претенденток, кто станет победительницами, ну, во-первых, победительницами, разумеется, Гран-при Фиде общего зачета, и кто выйдет в турнир претенденток. Так вот, этот выпуск подошел к концу. По традиции, перед тем, как проститься, я предудуя вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрываться от соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заочном режиме. Ну, а кроме того, поддерживайте нас, если у вас появится настроение, возможность, желание. Мы очень признательны всем тем, кто так поступал ранее, и тем, кто так, возможно, поступит в ближайшее время. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!